Всем привет! С вами Кашпору и это видео я снимаю в таких неких полевых условиях. Жизнь распорядилась так, что я оказался в командировке в Новосибирске и нахожусь тут уже какое-то время и решил попробовать здесь поискать какие-то растения, тоже может быть посвятить немножко времени с моим любимым хобби. И начал копаться на авито, то есть я посмотрел, попробовал тут себя как-то развлекать какими-то поездками в ботанический сад, но оказалось, что там только летняя экспозиция уличная, а вот именно тропические растения закрыты. Ну, начал искать на авито, может это и есть. И нашел одну женщину, которая продает растения, зовут ее Анна, и договорился с ней по телефону приехал, посмотрел, у нее в частном секторе есть теплица, в которой она круглые годы держит свои растения, там подогревает и так далее, там все отапливаемое. И у нее очень много различных растений, много всяких и ароидных, и не ароидных, каких угодно. И она и капсусы, там она активно размножается, продает, черенками, попозже что-то высылает дальше. Ну, в общем, так интересно. И посмотрел, и увидел несколько растений, которые мне было бы интересно купить для дальнейших видео. И, в общем, ну, учитывая, что я на самолете потом полечу домой, поэтому ничего крупного я не покупал. Моя задача была как раз купить какие-то маленькие укремившиеся черенки, чтобы спокойно там в пакете самолета протащить, а потом уже смотреть, что с этим можно придумать. Более того, Новосибирск, вот для вот таких экспериментов, он достаточно удачно в нашей стране расположен. Он уже получился, это Сибирь, это все-таки ближе немножечко к экзотическим странам, вроде Таиланда, ближе к Азии. И отсюда народ активнее летает отдыхать в Азию, нежели, чем из Москвы. И, соответственно, активно тащит что-то там, какие-то черенки. Также, хоть это и запрещено таможнее, что-то тащит в Россию. Потом здесь выращивают. В ванной у нее было и кофе она из семян выращивает, еще какие-то там вещи есть, адениум. Ну, в общем, классно. В теплице много чего интересного. А я даже для себя заметил несколько вещей таких и приобрел интересных. Это вот такой вот филодендрон. Видите, он с такой элегантно разделенным таким лиством. Он и называется филодендрон элегантис. Это вполне себе нормально укоренившиеся растения. Тут даже есть уже новый листочек влезет. Второй уже к этому первому отлично, который укоренился. То есть, это такое растение, которое уже на хорошей стадии роста. Мне будет очень интересно вам пересадить и вам об этом рассказать. Это первое. Дальше мне попалась вот такая вот интересная бегония пятнистая. Она очень с такими характерными крупными горошинами на листьях. У нее обратная сторона листа красного цвета. Что мне нравится. Вообще, бегоний, их великое множество. Их очень много разных. Интересно. И вот такая вот пятнистая макулата тоже, в общем-то, заслуживает внимания. Когда я вам рассказывал о бегонии, мне будет очень интересно показать это растение. Это бегония рэпс макулата пятнистая, как ее еще называют. Поросячьи уши. Ну, в общем, название всяких разных много. В своем видео про пересадку этого растения, конечно, я себе расскажу. Вот такая попалась мне авоказия. Достаточно крупное вот это растение. Я больше всего за него переживаю, как мне его затащить в самолет. Но хочу сказать, что вот это, это авоказия вильямс гибрид, она даже подписана. И, честно, по сравнению с тем, во что она теоретически способна превратиться, это прям очень маленькое растение. Это, если помните мое видео про аптекарские горы, вот такие авоказии там растут в центре пальмовые оранжереи. Да, они, и в дальнем, тоже были. Это вот эта штука, которая занимает 5 квадратных метров с лопухами, там, вот такого размера. Это она. Во что это выявится у меня в студии, я даже не представляю, но я очень надеюсь, что мне удастся вот из этой штуки, из этой авоказии вырастить большое, красивое, эффектное растение, которое потом я не знаю, куда дену. Когда оно начнет в студии, мне не мешаться, я начну там занимать место больше, чем я, я никак куда-нибудь ей продам. Ну, такое тоже бывает. Вот такая штука мне попалась. Монстерна. Может быть, ну, не обращайте внимания, что у нее там какие-то листья, там, где бы повреждены, там, и так далее. Мне нравится Монстерна вот такая вот, остролистная, с листьями белого-зеленого цвета. Причем они так, причем, видите, красиво разделенные листья, прям пополам разделен лист, когда на белую, да, в сторону и зеленую. Вот это очень красиво. И, ну, помятую о том, что Монстера, а в других махиле, может, посмотреть, как они быстро растут. Очень здорово у меня лично в студии растет, да, то есть я и ожидаю, что из вот этой штуки, да, тут есть какие-то листья поврежденные, но обработаю чем-нибудь там, да, то, что не нужно, удалю и посмотрю, я думаю, она будет очень здорово расти, плюс Монстерин быстро растут, несмотря на то, что сейчас уже лето ближе к своему финалу, так, как бы, сезон заканчивается, но я думаю, что она и за осень успеет здорово вымахать, немножко передохнет зимой и весной будет в полной красе. И вот такой вот, это кислица, аксиализм, бабочки их называют, треугольнички, как только не называют, она и цветет, вот это, видимо, цветочек розовенький выпустит. Это аксиализм, треугольный, очень интересное растение, у нее на листиках, листики треугольной формы, по три стучки, они еще на ночь, а то сейчас вот она считает, что уже ночь, наверное, в пакете ехали сейчас в такси, и они листиками закрылись. Утром выйдет солнышко, вот эти листики развернутся, будет очень красиво, то есть растение, которое не ленит, каждый день листики сворачивают, разворачивают, и оно очень здорово разрастается, оно образует такую пышную шапку красивую, и оно здорово цветет, вот как вот на таких ножках у нее вырастают симпатичные беленькие либо розовые цветочки. Это аксиализм, триангуалис, либо аксиализм треугольный. Вот такие вот пять растений я приобрел, но, в общем, есть у нас, если по городам и весям поездить и посмотреть, есть люди неравнодушные к растениям, и даже в Сибири, в теплицах, видите, выращивают что-то на продажу. Я не оставил свои контакты, попросил, может быть, выставить электронный каталог, у нее даже есть ее растений, и она говорит, да, пожалуйста, почта отправляет то, что угодно. В общем, быть в Новосибирске, на Авито там не так много объявлений, если найдете, а у нее там штук десять, мне кажется, разные со всеми растениями. Если в Авито забьете комнатные растения в Новосибирске, наверняка ее быстро найдете. Вот, и, в общем, мне кажется, эта тема интересная, представляете, то есть можно по почте отправить просто растение, которое там, она говорит, в мох влажный, заворачивает и тебя отправляет, и все это отлично потом приживается. Ну, мне понравилась идея интересная. Ну, а я же потащу все это в самолет, посмотрю в студии, потом потихонечку там до конца лета поснимаю видео про все эти растения. Может быть, докуплю еще что-то, чтобы в одном видео по несколько растений показывать группировать как-то. Вот, в общем-то, у таких покупок есть и плюсы, и минусы. То есть плюсы, это, как правило, конечно, там доступность, да. Плюсы, это то, что это растение немножко более устойчиво к нашему климату. Все-таки они, хоть и в теплице, но все-таки там на улице, тут в Сибирь, тут ночью, нет, нет, холодно. Они более, мне кажется, устойчивы к перепадам, колебаниям температур дневных, и, может быть, к легким похолоданиям. А к минусам я бы относил бы скорее, что есть риск, что такие растения, неоднократно, которые черенковались, уже имеют некие признаки вырождения, могут не повторять окраску какую-то там, уникальность традиционных растений. То есть вырождаются вот именно те выведенные сорта, да, декоративность вырождается. И есть традиционный риск получить какое-нибудь, допустим, грибовое заболевание. Но, во-первых, у меня есть небольшой запас времени, пока я поеду домой. Вот я посмотрю, как они будут расти. Ну и, естественно, по приезду домой все это дополнительно обработали. Сделали тоже небольшой карантинчик. То есть химия, наш друг, она всегда поможет избежать каких-то заражений. Ну а так, в общем, я настоятельно советую поглядывать не только на полки магазинов, но и на объявления в интернете, и можно всегда там купить что-то интересное. На этом все. В общем, такое вот коротенькое видео о том, что будет в дальнейшем в следующих видео. На этом заканчиваю. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok